всем привет надеюсь у нас все будет гладко с подключением всех приветствую сегодня 1 декабря 20.00 почти уже и я начинаю интервью с сергеем и вагла обещанное интервью сейчас я его приглашаю пара минут технические моменты и у нас тут какая-то так так ребята сейчас секундочку что-то что-то тут не так-то легко пригласить так я выбираю но чего-то не приглашается так секундочку секундочку о чем не нравится инстаграм тем что у меня почему-то здесь часто ждут какие-то странные сюрпризы которые на которые я почему-то не рассчитываю так видно слышно ага вот я жду уже сергея вызвал вот он присоединился и сейчас он выйдет в эфир и мы начнем наше интервью все время думаю о том что вот классно было бы вот так вот включил и поехали и каждый раз какая-то такая интересная история то кнопку нажимаешь на не нажимается то еще что-то забавно выходит надеюсь это не у одного у меня так есть еще люди у которых тоже что-то такое так сергею выслал приглашение и ему об этом пишу без него начинать не хочу вопросы мои у меня на готове надеюсь вы тоже будете смотреть и тоже думать и что вам задать и задавать вопросы потому что я признаюсь вам рад что удалось сергея уговорить на это интервью мне ну кажется очень полезным будет а потому что вопросы которые подготовил я они в общем то помогут раскрыть для чего это все нужно зачем я ага все сейчас я еще раз высылаю приглашение так что то ага ага раз раз угу сейчас все будет здорово сейчас все будет здорово и мы начнем ооо есть отлично 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 сергей приветствую добрый день или добрый вечер уже добрый вечер слышно меня нормально да да тебя тоже слышно фух вот эти вот забавные радости с подключением они меня почему-то веселят каждый раз инстаграм то как новый то как не инстаграм ну все состоялось денис ты еще выбрал опытного в кавычках пользователя инстаграм это меня я такой тут первоподобщины немножко человек поэтому я понял хорошо ну значит я тогда буду начинать значит всем кто только что присоединился или будет смотреть записи это интервью меня зовут Денис Шаповалов я психолог и специализируюсь в теме детско-родительских и семейных отношений тема это очень большая просто таки огромная я один из представителей в этой большой теме и вот эта моя серия интервью она помогает эту тему дораскрыть и вот то чем занимается Сергей Ивагло который сегодня у нас в эфире я уверен оно просто несет с собой вот важную составляющую той огромной темы которой я в том числе тоже занимаюсь и мое касание с деятельностью Сергея произошло немножко спонтанно я долго упирался от этого касания потому что да у меня будет с этим еще вопрос связан я из тех людей которые говорят слушайте ну играть в игры это все интересно конечно но мужики то не танцуют вот и поэтому я упир да да я упирался упирался и мой коллега меня уговаривал он так меня уговаривал что он сам стал тренером стал вести эти игры и говорит ну давай ну давай а я говорю нет меня это все равно не сломит и вот когда я поиграл в эту игру жизненный капитал которая называется тогда у меня возникла сразу мысль а кто так сделал что я могу это играть кто кто там главный у них почему почему это так здорово мне понравилось почему это так меня поменяло в каком-то смысле и я хочу меняться дальше и вот так родилась в общем-то эта идея вот этого всего и поэтому я озвучил уже первый вопрос чтобы Сергей начал говорить потому что то что он скажет я вот уверен это очень круто и важно мне прежде всего хочется спросить про Сергей твою миссию и специализацию потому что я только сказал об игре и мне кажется это узковато так вот про игру только да я практически всю жизнь здравствуйте всем добрый вечер Денис спасибо за приглашение приглашение я практически всю жизнь занимаюсь бизнес аналитикой и финансом у меня большой бэкграунд я работал в крупных корпорациях ну на топовых должностях я был топ менеджером и руководителем департамента инвестициями управлял и главным аналитиком предприятием был ну то есть в принципе всю жизнь я работал как наемный сотрудник как мега эксперт в бизнес анализе и финансовом анализе и в 2015 году ну соответственно все эти бэкграунды у меня наставили куда же не делись и в 2015 году я ушел в предпринимательство осознанно ушел в предпринимательство на это тоже в свое время повлияло вот такой же тренинг похожий в котором я поиграл и варилось 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 оно в голове и сварилось в итоге ну и на рынке я занимаюсь в принципе тем же самым для меня игра это просто усиление моей основной функции моя основная функция это консультирование людей по построению их личных систем управления финансов и по консультированию мелкого среднего бизнеса в тех же сегментах но уже касается бизнесовых вопросов то есть вот эти вещи я делаю на рынке делаю для людей и для юрлиц а для меня игра тренинг который уже наверное игрой можно назвать просто как исторический факт а на самом деле это полноценный тренинг мощный который является инструментом который мне как консультанту помогает делать работу сверх эффективно ну и моя задача моя задача или моя миссия наверное заключается в простом флогане который наша команда для себя взяла флоган называется мы изменяем Украину на каком-то этапе нашей жизни мы начали проводить ну мы сразу начали проводить огромное количество волонтерских тренингов а потом настал достаточно большого коллектива и мы сейчас по всей стране это делаем и в итоге мы создали громадскую организацию и задача этой громадской организации сделать за 3 года 1 миллион финансово обезнанных украинцев и открыть 1500 клубов финансовой грамотности в школах если мне это удастся или когда мне это удастся я наверное буду считать что я какую-то жизненную миссию свою ну реально выполнил это это очень амбициозная и крутая цель вообще класс просто Денис ты же в этот миллион входишь ты уже начал процесс трансформации мы начали с игры с головы но теперь процессы уже идут это да это точность инструмента да это точно скажите пожалуйста Сергей а как вот вообще не можешь немножко вот сказать про историю создания игры вот именно этой то есть ты в какой-то момент я так понимаю да захотел вот собственно как-то как это вообще произошло что-то задумался над созданием потому что меня поразил еще тот факт с точки зрения бизнеса да что я сейчас играю в игру которую кто-то ну конкретно ты сделал продуктом то есть потому что игр то есть много разных и у меня вот жена активно участвует в разных тоже играх в трансформационных играх хотя жизненный капитал я считаю тоже трансформационной игрой просто она так в первую очередь наверное не называется в первую очередь если ты знаешь наверное тоже да вот психологи многие проводят и они вот в первую очередь играют трансформационная как у тебя возникла вот идея и что вот вот эта история да вот как это все как это все начиналось ну за что мне платили достаточно большие деньги в корпорациях как корпоративного менеджеру это за то что я делал неэффективное эффективное и вот создать посмотреть на процесс проанализировать почему мы не получаем нужные показатели эффективности и понять ну что надо делать вот это наверное был мой самый основной навык который я активно применял когда я ушел на рынок как финансовый эксперт финансовый советник семьи и начал конструктировать людей я заметил ну наверное психологи со мной тут очень сильно согласятся потому что знаете даже если у человека есть запрос он к вам приходит с запросом то надо приложить еще огромное количество усилий чтобы этот чтобы человек осознал и начал что-то делать ну то есть а где моя волшебная палочка а где моя золотая пилюля а где мой волшебный пиндель типа ну ты это все сделай а потом а я сразу результат хочу получать ну в основном же ж модели говорим умные слова а ищем вот таких вот действий ну на самом-то деле да да и человек приходит к тебе на финансовую консультацию ты в него вкладываешь время ты говоришь не просто адекватные слова а прямо ну квинтэссенцию там своего опыта ты говоришь про какую-то систему про какие-то шаги человек восторженно на тебя смотрит он говорит это прекрасно приходит домой со своими записями и чего делает Денис продолжает жить как жил раньше абсолютно правильно ничего не делает да и ты такой говоришь не ребят подождите я вас кусок жизни вложил ну да вы мне заплатили денег но как бы денег я могу заработать где угодно ну в других местах но я лично в тебя вложил кучу своей энергетики всех своих знаний и ничего не произошло значит скорее всего чего-то ты делаешь не так ну то есть это вопрос не даже не к человеку а к тебе я задаю вопрос а что такого я делаю не так что у человека не срабатывает я понимаю я для него являюсь внешним мотиватором то есть пока я рядом я напитываю его энергией и он начинает что-то делать я немножко территорию отхожу от него костыля в виде меня нету у человека нету внутренней мотивации у него у человека нету внутренней осознания какого-то да и внешняя мотивация пропала и он перестает это делать это проблема ну всех таких мотивационных тренингов пошли нас там накачали энергетикой там нам на две недели хватило потом нам надо либо новую дозу принимать этой энергетики либо ну как бы упс и тогда я вспомнил свою историю что в свое время я когда поиграл на американской версии такой игры она называлась кишло которую придумали еще бог знает когда там 20-22 года назад господин киосаки то я не помню всю игру но определенный инсайт который у меня как якорь на упишной голове засел он меня реально вот в дальнейшем мотивировал что-то изменять а якорь был такой Сережа ты бегаешь в крысиных в бегах ну тебе 35 ты бегаешь в крысиных в бегах ну по кругу тебе 40 ты бегаешь в крысиных типа а где выход и вот этот вопрос где выход вот этот инсайт что ты бегаешь в крысиных бегах что время уходит особо ничего не меняется и ты не понимаешь где переход на следующий уровень вот этот вот инсайт от первой игры у меня в голове засел и он меня смотивировал это была внутренняя мотивация поиска нового пути своего и тогда я понял что мне надо инструмент который с одной стороны а погрузить человека в ситуацию ну то есть что это значит погрузить ситуацию чтобы человек встал из-за стола не с не только состояние фана ну типа мне все понравилось а состояние блин то что со мной происходило в игре со мной происходит в реальной жизни типа а как как это произошло вообще я не понимаю поэтому была проделана огромная работа для того чтобы создать такие геймплеи создать такие балансы игровые в игре создать такие карточки кейсы чтобы через 20-30 минут человек перестал играть а погрузился в реальную ситуацию начал принимать как в реальной жизни реальные решения и чтобы он начал жить в игре Да, он чтобы начал жить в игре. И тогда вот в этой жизни в игре всплывают наши модели. И тогда и тренеру легче подсветить фонариком. А подумай, почему ты здесь вот так вот поступил? А в реальной жизни ты как поступаешь? Точно так же? А смотри, давай подумаем, посмотрим, к чему это в игре приведет. А ты проанализируй. А в жизни? Ну, к таким же результатам проходит. Поэтому вот мы поняли, что нам нужна была игра. Вот такое игротехническое решение. Ну, конечно, мы обратились в классики. Взяли в работу игру американскую, кэш-флоу. И практически мгновенно от нее отказались. Потому что фановый эффект был. А вот такого глубокой трансформации кейсовой и прямо внутренней мотивации мы у людей не наблюдали. Мы тогда поняли, что люди вставали из-за игры и говорили, вообще вы классные. Игра шикарная. Но в нашей стране это не работает. Не работает. Невозможно. И все. И вот этот блок, который там, вот этот чекер, который на нолике стоит и не перебросился в единицкую. И там не, как это, сигналы в мозгу не начали поступать там в нужное место. То есть там разрыв. То есть что бы ты ни делал, фан в нашей стране это невозможно. Все, точка. Я, ну, хорошо, классно. В следующий раз, когда я захочу привезти с компанией по яспицу немножко в компанию, я вас наберу. Ну, это не моя задача, там, развлекать людей. Это похоже на работу аниматора. Да, это похоже на работу аниматора, но мне в 50 лет точно... Аниматор для взрослых. Да, да, да. Я как серьезный бизнес-аналитик, и мне хочется, чтобы человека все, что нужно, щелкнуло, и он начал что-то делать в реальной жизни, и это начало приносить ему результат. Причем желательно результат еще такой, который был мотивирован. Поэтому мы собрались, это наша группа авторов, там есть предприниматели, там есть бизнес-аналитики, там есть юристы, там есть эксперты по госуправлению. То есть нас там 7 человек, практически все харьковчане. И мы все задали своей задачей, что нам надо сделать первое, социально-экономический стимулятор. То есть социально-экономический, потому что человек должен, сев в игру, быстро понять, что это такое же, как в жизни. Игра должна симулировать эту ситуацию. Дальше, мы должны сделать трансформационную игру. Это следующая задача. Потому что в игре должна произойти трансформация. Нолик должен превратиться в единичку, там где надо, и мозга должны пойти туда, куда надо. И там, где было темно, должно стать светло. Это трансформационная штукенция. И третью задачу, которую мы перед собой поставили, мы должны были создать навыковый тренажер. Потому что финансы, особенно базовые финансы, управление базовыми капиталами, это только навыки, это не бэкграунд. Это не сверхопыт, это навыковые вещи, которые в продвинутых странах закладывают детям либо в семье, либо в школе. У нас, к сожалению, там терная дыра, ну и там, и там. Ну, то есть у нас этого нету. Соответственно, мы выросли в этом хаосе и в этой черной дыре этих навыков. У нас нет этих базовых навыков. И наши дети, они смотрят на нас. Мы же ничего особого такого не делаем. И они особо ничего такого не делают. То есть следующее поколение будет такое же. И это будет общая проблема Украины. Поэтому вот эти три задачи, которые мы перед собой поставили и привели к созданию вот этой игры. Ну, чтобы вы понимали, только тестирование игры на геймбаланс, на кейсы, на навыковость, на ты как тренажера, на погружение в ситуацию у нас заняло 8 месяцев. То есть было проведено там больше 200-300 игр, где выписывались, выстраивались, изменялись цифры и так далее, и так далее. Ну, опять же, что вы понимали, 90% карточек инвестиций, малых инвестиций, списано с реальных бизнесов Харькова. Если вы там тыкните вот в какую-то карточку, я вам скажу предпринимателя и бизнесмена, с бизнеса которого данная карточка была срисована и положена в игру. Поэтому она получилась реалистическая. Поэтому она реально торкает, и тренеру легко наблюдать за действиями в реальной жизни человека, и человеку легко, погрузившись в ситуацию, потом анализировать свои действия в игре, как в реальной жизни, и проводить определенные аналогии с реальной жизнью, и потом думать, а чего мне там делать. Сергей, скажи, пожалуйста, а вот ты, когда говорил про кэшфлоу, я вот слышал, например, еще есть какие-то игры, вот, например, там «Крысиные бега» есть игра, да, вот. Какие-то еще есть аналогии, от которых ты вот отошел, да, вот, или не пошел туда, или вот что-то оттуда не взял, да, вот. Это, знаешь, это, Сергей, сейчас для людей, которые вот, ну, просто, ну, окей, там, жизненный капитал, там, кэшфлоу, 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 все это, короче, там, плюс-минус одно и то же, и, в общем-то, не важно. Вот, ну, мне, на мой взгляд, важно. Вот, как-то пару слов можешь об этом? Как сказать, можно, ну, скажу только две, два факта. На рынке сейчас присутствуют около 20 модификаций кэшфлоу, есть, типа, и украинские адаптации, и все остальное и прочее, но они сильно от кэшфлоу. Ментально, не знаю, там, философски, идеологически не отличаются. Мы, когда подавали на авторское право и на патенты на корыстную модель, у нас все это, нам выдали все это, больше года слились проверки, но мы получили и патенты, и авторские свидетельства, и, ну, и так далее, так далее, там, около 10 документов, то эксперты, юристы, которые делали оценку, они насчитали более 85 ключевых отличий от базовой версии, ну, с чем они сравнивали на рынке, и каждая из которых практически, по оценке данных экспертов, меняет, ну, геймплей игры, то есть, ну, фактически... Те самые оригинальные фишки, да, которые... Да, да, да. И именно при помощи, потому что этого так много, и оно сделано не в комплексе, когда авторы понимали основную задачу данной игры. Ну, то есть, не просто адаптировать к украинскому миру, а сделать навыковый тренажер, глубокую трансформационную игру, и, господи, и социальный психический симулятор. Вот эти три задачи, там, глубокая трансформация и щелчка, разжигание внутренней мотивации внутри человека, вот эти задачи и были решены. Ну, это первый факт, то есть, у нас более 85 вот этих ключевых изменений, которые сильно влияют ключевым образом. А второй факт следующий. В начале, в конце 2019 года ко мне, как к автору и идеологу всей нашей компании, команды, вышел фонд гарантирования вкладов и пригласил в Киев на переговоры. Фонд гарантирования вкладов – это один из пяти национальных регуляторов нашего финансового рынка. И первый, с точки зрения финансовой грамотности и безопасности, у них это написано в уставе, что они обязаны заниматься финансовой грамотностью населения Украины. То есть, это их непрямая обязанность. Так вот, эксперты, руководство фонда пригласило меня на переговоры в конце 2019 года. И где мы были? В дневном росте, следующим образом, что эксперты фонда в течение 2019 года тестировали, отслеживали, собирали статистику, собирали обратные связи со многих команд, проектов по финансовой грамотности. И по оценке данных экспертов, самым эффективным способом и методом сегодня трансформации финансового поведения взрослого человека, ну и детей, потому что детей легче трансформировать. Кстати, со скольки лет? 12+. 12+. 12+. Но есть уже несколько разработок, когда мы можем играть с 6+, но об этом тоже можно поговорить. Так вот, эксперты фонда гарантирования вкладов нам объявили, что по их оценке, наша методология проведения тренинга, плюс после игрового консультирования, точно дают статистически подтвержденный самый высокий эффект трансформации поведения человека. То есть люди после этого реально меняют свое финансовое поведение и начинают применять базовые навыки и принципы в реальной жизни. И они нам предложили прямое партнерство, у нас подписан с ними меморандум. И в начале 2020 года было объявлено о старте национального проекта по финансовой грамотности, который мы совместно сделали с фондом гарантирования вкладов, где наши проекты, а наш проект это 1500 клубов финансовой грамотности и 1 миллион финансово грамотных украинцев было взято в этот национальный проект. И наши методики без изменений, со всеми авторскими, со всем авторским контролем были взяты в этот проект, ну как базовые методики. Ну в Украине такого в принципе нет. Я вам хочу больше сказать. Сегодня мы ведем переговоры с поляками, которые находятся на таком же 30 месте на последнем по финансовой грамотности. Мы провели несколько тестовых игр, они в шоке. У них такой методики нет, они хотят тоже это внедрять. Мы поиграли с норвежцами, они в шоке. Мы поиграли с канадцами, они в шоке. Мы поиграли с израильтянами, они в шоке. Я уже не говорю о ближнем зарубежье, Казахстане и так далее, и так далее. То есть то, чего мы сейчас разработали в Украине, прецедентов в мире пока не существует. Я имею в виду по комплексу. Визуально она может быть и похожа где-то. Но вот по комплексу, то, чего мы сделали, плюс методика проведения, плюс методика работы с человеком, такого на рынке сегодня не существует. Ну я вот когда играл в финансовую игру «Жизненный капитал», мне очень зацепило как-то вот, я теперь понимаю, после того, что ты сказал, да, почему меня так зацепило, потому что я-то с тобой не был знаком. И я просто знал, что ты это все, ты автор, но вот таких подробностей, конечно, я не знал. И это было очень действительно сильно. Я сразу подумал, что мой коллега, который эти игры проводит, наверняка уже что-то из полезных навыков, которые вот там на бланке в процессе игры реализовал. И чуть ли не такой бланк у него на холодильнике висит или висел для начала, когда он только коснулся к этому, потому что первое желание какое-то похожее вот рождается. Я даже больше хочу сказать, я даже немножко поначалу как-то комплексовал, что как бы я вроде многим чем увлекаюсь, многим чем занимаюсь, но вот эта вот именно сторона финансовой грамотности, она была мимо как-то вот меня. И в этом плане меня единственное, что немножко, так знаешь, какая-то была поддержка, когда в одном из интервью Радислав Гондопас сказал, что он, когда с Эдвардом Дубинским написал совместно книгу, у него произошла примерно такая же история. Дословно тебе скажу просто фразу, он говорит, я просто понял, что я делаю, если завтра со мной что-то случится, мои дети будут стоять с протянутой рукой. То есть, хотя его уровень дохода это, ну, это серьезный уже уровень более-менее, все-таки это уже миллионеры и там, конечно, и тем не менее у него вот такая вот история получается. То есть, нет вот этого вот необходимой финансовой грамотности. И вот это меня где-то немножко успокаивало. Хотел вот еще о чем спросить. Как вот то, что ты сказал, это просто уникально и это просто, ну, невероятно круто. А вот те первые результаты ты помнишь, когда ты увидел и почувствовал, когда к тебе приходят какие-то мужчины, женщины, да, у которых есть семьи. Вот ты проводишь с ними игру, она уже у тебя состоялась, да, и ты понимаешь, что ты пришел с игрой, ты делаешь свое дело, и ты понимаешь, что люди реально вдруг начинают просто по-другому жить, просто поиграв в игру. И вот можешь об этом, вот первый опыт, скажем так, проявленной вот этой вот пользы, да, которую ты увидел своими глазами. Есть какие-то, может, яркие моменты из этого? Сейчас мы этому не удивляемся и наоборот говорим, что если тренер качественно проводит игру, такие события должны быть системой в игре. Ну да. Там мы создали игру, у нас все равно, и мы даже его тестировали, но мы не так ярко этот эффект почувствовали. Ты знаешь, для меня первый такой эффект какого-то чуда, который мы проделаем, произошел, когда мы уже промышленную, ну, сейчас базовую версию игры выпустили. Сейчас, кстати, к Новому году мы активно разрабатываем Житевый Капитал ПРО, ну, то есть профессионал, да, то есть более сложную версию. Хотя и даже в этой игре пять уровней сложностей зашито. Так вот, первый такой эффект Миракла, это было, когда люди через час, через полтора, через два поднимали на тебя стеклянные глаза и говорят, Сережа, а как это вообще может происходить, что у меня к этому моменту сходится все? Квартиры, которые у меня есть, количество свободных денег, которых у меня есть, количество детей, которых у меня есть, ну, и там, ну, как бы, грубо говоря, ну, у некоторых, типа, извините мне за выражение, жопа, которая у меня есть. Я говорю, а как это можно? И я говорю, насколько схоже? Ну, 100%. Я смотрю на свой листик, ты меня видишь в первый раз. Я играю, я бросаю кубики, это детская игра, ну, условно, там, кубики, я выставлю какие-то карточки. Через два часа я смотрю на свою карточку, я вижу свою жизнь. А как это? Ну, понимаешь, да? И мы такие, ничего себе. Ну, то есть, для нас это, ну, мы ожидали эффекта, но мы не ожидали, там, стопроцентного попадания. А таких людей, которые, там, через полтора, через два часа говорят, я полностью повторил все модели поведения в реальной жизни, все сильные свои ходы в реальной жизни и все слабые свои. Я ошибся точно так же, как в реальной жизни. Я сделал точно такие косяки, только в реальной жизни мне понадобилось на это 15 лет, да? А здесь я успел то же самое сделать за два часа. Типа, Сережа, как? Я говорю, ну, типа, получилось, да? Это был первый такой инсайт. А второй инсайт такой глобальный, потому что вот в чем трансформация происходит. То есть, как можно поменять модель поведения человека? Ну, только одним способом. Вначале нужно сделать аудит существующий. Причем это надо сделать с человеком, чтобы человек осознал, а какие у него модели, скрипты, вот эти мозговые автоматизмы сейчас активные и как они влияют на его реальную жизнь. То есть, когда человек это понимает, он говорит, блин, ну, вот это вот круто я делаю, но вот это, это же вообще на голову не налезешь. Ну, Сережа, я же это делаю в реальной жизни постоянно. Типа, что делать? И тогда задача тренера сказать, давай вот эту модель немножко подправим. Ну, например, вот тут мы сделаем, мы вставим вот такую шагу. Мы, например, обратимся к эксперту. А вот здесь мы посчитаем вот эти цифры в этом алгоритме. А вот здесь мы подумаем о состоянии, где нам взять, ну, не в состоянии, не начнем думать из модели, могу ли я себе позволить, а начнем думать из состояния, из парадигмы, выгодно ли мне это. И посмотрим, вообще, мир поменяется при этом или не применяется. То есть, тренер делает трансформационную такую штукенцию, он говорит, давай вот в слабых моделях, сильные модели мы фиксируем, супер, жми, жми по полной. Вот мы аудит провели, там не только все слабые. То есть, ребята, мы очень крутые ребята, мы точно с вами не голодаем, мы приходим на игру, платим, извините, у меня 700, там, 1000 гривен за игру. То есть, точно у нас деньги есть. То есть, ну, мы не унылое говно какое-то, мы реально крутые ребята. И у нас есть крутые модели, которые, там, надо брать. Сегодня работают. И работают, да. И вот мы говорим, вот это круто. А вот тут, короче, трэш. И из-за этого трэша, вот эти многие успешные модели реально обнуляются. Ну, реально обнуляются. Тормозят. Или находятся на минимальном уровне эффективности. Или находятся на минимальном уровне эффективности. Который по-другому еще называется зона комфорта. Да. А если мы вот тут вот, то давай попробуем. Ну, мы же в игре, давай попробуем. Мы это применим и посмотрим результат. Мы это начинаем применять, трансформировать. Человек начинает под наблюдением тренера это делать. Тренер не получается. Ну, как и в реальной жизни. Мы анализируем, почему не получалось. А почему мы откатились на старые модели. Тренер, опять же, делает какие-то вбросы. И на протяжении следующих двух часов человек начинает эту новую модель эксплуатировать. И смотрит на результат. Ну, и очень часто, что результат вот этой трансформационной трансформации при улучшен результатом, чем первые два часа игры. Там, причем, тренер не имеет права подсказывать. В нашей модели проведения тренинга не так. Есть только вопрос, как можно сделать по-другому. И человек сам моделирует. То есть, наше мнение, что происходит в какой-то отнести. Да, наша задача заставить человека моделировать гипотезы, проверять гипотезы, выбирать самые успешные гипотезы. Ну, самые успешные гипотезы, как ему действовать. Это классный навык на рынке. Ну, невозможно постоянно быть с костылем в виде эксперта, консультанта или книжки под боком. Их что-то применять-то надо. Поэтому, вот, сделать человека самостоятельно, это вот задача. Ну, и когда человек, а все, ну, люди приходят на тренинги в основном умные, грамотные. То есть, ну, как бы, глобального трэша и с дыркой в голове, ну, редко приходят. Не, бывают такие, но это, как бы, исключение из правил. В основном адекватные люди проходят. И адекватные люди, которые осознали себя в такие, как они есть. Это состояние to us. Ну, это в бизнес-анализе есть два состояния. To us, какие мы есть, и to be, какие мы хотим быть, да? Так, это тоже зашито в методику проведения тренинга. Так вот, наше задание первое, to us. Мы провели аудит. А потом мы говорим, давай вот to be, как мы хотим быть. Давай, давай. Поиграли, человек говорит, ну, круто, хочу так быть. А что для этого надо сделать? А что ты делал в игре? Так я тут делал всего лишь вот этих два действия. Скажи, ты в жизни эти два действия сможешь? Да, вообще ни о чем. Ну, давай попробуем, ты начнешь. И посмотрим на результат. Давай, посмотрим на результат. Давай. Давай. Ну, и все. Ну, и после этого человек выходит с игры, с тренинга, в которой уже совсем не игра. Начинает это делать. И, как обычно, получает достаточно устойчивые положительные результаты от этого всего. А получив положительный результат от своего действия, человек усиливает внутреннюю мотивацию это делать. Да, Сергей, вот это как, когда игру я, собственно, посетил и проиграл, и то, что ты это еще сейчас озвучил, я тоже на себе это почувствовал, что ко мне на консультацию люди то так же точно могут не дойти, но им легче прийти на игру, чем на консультацию. Потому что им кажется, что на консультацию это действительно какой-то серьезный уровень, это уже какие-то должны быть действительно серьезные проблемы. И я должен их уже признавать, я должен их называть. И тогда, наверное, я должен четко осознавать, что они не мешают. И я должен это не подозревать, а осознавать. И тогда я уже должен протянуть руку помощи, да, попросить руку помощи у психолога. Но тут действительно человек приходит и говорит, Сергей, да у меня все нормально. Да я же не последний кусок хлеба доедаю, у меня как бы все окей. А вот он говорит, подожди, так я могу в три раза больше. Стоп. Стоп. Что за ерунда? Я могу лучше, я могу больше. Ну подожди, но я вчера думал, что все хорошо. Да, да, и это просто классно. Такое поле безопасное. Знаешь, для меня игра была безопасным полем. Я тебе хочу сказать больше. Я в обучении Гештайф-Подходу прошел и кучу там нам нужно было по обучению часов терапевтической группы. И там я тебе хочу сказать, что даже терапевтическая группа, которая у нас была закрытого... И игровые принципы, они невероятно классно помогают. То есть это какая-то тоже магия такая игрового подхода, знаешь, получается, с одной стороны. На самом деле сегодня геймификация обучения является трендом, он восходящий тренд. Геймификация при помощи настольных игр является прям вишенкой на тортике. Чтобы мы понимали, там спецназ и команда с Америки в настольные игры играют и многие вещи там отрабатывают. То есть методики трансформации, усиления определенных через игровые такие решения сегодня являются очень-очень мощным таким ноу-хау, скажем так. То есть они сейчас приобретают совершенно новую жизнь, совершенно новую наполненность. Мы сейчас очень в тренде находимся. Ну да. И играют в безопасное пространство. А мы еще и для себя задачу ставили, это уже не в самом геймплее, не в самих карточках, а мы задачу ставили, ну то есть в методику, когда мы писали методику проведения игры, а это отдельное авторское право и отдельная интеллектуальная собственность, то мы изначально для себя там в техническом задании поставили, что игра должна быть мотивационной. То есть наша задача помочь человеку разобраться в себе и запустить внутренний механизм самомотивации, движения к цели. Я думаю, что это уже различные... Ты отвечаешь на мой следующий вопрос, как у меня он так здесь озвучен, записан, да, что какая максима заложена в игру жизненный капитал, да, вот максима, да, чему в идеале игра должна научить вот это вот уже, да, больше пошло сейчас? Ну, я об этом говорил в прошлых таких своих спичках, когда там сконцентрировался на том, первое, осознание своего сегодняшнего состояния 2B, своих моделей поведения, глубокий аудит себя, для себя же. Второе, моделирование новых моделей поведения и тестирование в игровом процессе. Модель 2B, анализ, в каких моделях мне лучше жить, какие есть или какие я хочу делать. Выбор, ну, приоритизация, с чего я буду начинать, то есть что мне прямо сейчас под силом, что мне в игре давалось легче всего, и что я могу прямо немедленно перенести в жизнь. Ну, и, соответственно, внедрение в жизни вот этих вот новых моделей 2B, которые мы там для себя там выбрали. Вот задача аудит, осознание, мотивация, гипотеза о новой модели, тестирование новой модели, получение результат, анализ этого результата, и если этот результат устраивать, применение этого результата на практике. Вот такой бизнес-процесс закладывался в игру, в ее рид-проведение, и точно так же там мы обучаем тренеров, чтобы именно вот такие процессы у человека в процессе 4-х часов активной игры и 2-х часов разбора, ну, то есть в начале и в конце, там есть 6 часов тренинг идет, чтобы вот эти процессы у человека запускались. Отлично, отлично. Такой вопрос. Вот, например, слушает нас кто-то сейчас и говорит, Сергей, ну, ты тут такое рассказал, и тебя те заметили, и игру признали такой классной, и такие трансформации происходят. Ну, у меня, прости, минималка. Вот такой человек вот смотрит, например, и думает, вот у меня минималка, и мне, наверное, в игру просто, я еще не дорос, наверное. Есть какой-то вот, скажем, какие у тебя приходилось вот видеть участников, ну, возможно, прямой вопрос не задавал, да, ну, какой-то такой, знаешь, вот минимальный такой, знаешь, и максимальный такой вот, ну, их доход, вот, у тебя такое вот понимание, что и до, да? Денис, у меня есть такая статистика, самый, ну, в кавычках, клиент с проблемами, это человеку, которого было на момент первой игры и первой консультации около больше 100 тысяч долларов долга. А самый богатый клиент, который играл, ну, это, и который потом захотел со мной пообщаться после игры на тему личных финансов, это человеку, у которого шестизначная цифра, ну, там, больше миллиона. Вот, да, это пограничные, скажем так, состояния, но, но, когда очень много людей, которые приходят на игру, имея отрицательный капитал, ну, то есть у них нету никакого капитала, семейного, а есть долги и кредиты, да, таких очень много, но они же сами по себе не рассосутся, все равно с чего-то нужно начинать, и поэтому игра, как минимум, поможет разобраться, почему они возникли, эти штуки, ну, потому что даже если вы найдете где-то денег, если вы даже их где-то заработаете, закроете эти долги, если вы не поймете, почему они у вас появляются, они у вас будут появляться системно и постоянно, то есть, конечно же, сегодняшнюю задницу уже спасти, ну, то есть нельзя откатить время назад, но можно подготовиться к следующей итерации нашей жизни, то есть, и это не менее важный период и важный момент, поэтому, ну, я практически, у меня личная уверенность есть, что на сегодняшний день в стране Украине достаточно финансовых инструментов для любого человека, любого финансового достатка для того, чтобы начинать, стартовать и выстраивать систему, и создавать капитал. Длительность этого создания капитала, конечно же, будет зависеть от вашего уровня дохода, ну, однозначно, но систему, как систему, строить можно с любого капитала, даже с отрицательного, ну, прецедентов лично у меня, ну, достаточно много. С вами Сергей, это относится непосредственно к игре, или это еще также относится к той твоей части, когда ты еще же инвестиционный консультант, то есть это и к этой части относится, что человеку нужно действительно обратиться к тебе, когда он его просто вот завал. Вот, из двух событий, игра и консультация, это прямо бы мега польза, но даже одна игра без консультации, может, человеку там уже все будет понятно, он какие-то крутые штуки осознает и быстро побежит в реальный мир, это притворяет жизнь, ну, ок, и это тоже годится, ну, хоть что-то, то есть наша задача, значит, можно вечно там нацеливаться на идеальный конечный результат и на выходе получить там пять людей, у которых что-то протрансформировалось, а можно говорить, ребята, ну, вам комфортно начать только с игры, я знаю, что после игры уже многие вещи в голове станут на место, и вы сможете понять, как это делать в реальной жизни, и вы пойдете и начнете делать, супер, отлично, и это уже хорошо, поэтому, ну, Денис, я считаю, что и сама игра, как отдельный кейс, она запускает эти процессы, и отдельно консультация, как отдельный кейс, запускает многие процессы, а в связке они запускают мега процессы. что-то узнал, и привел второго, чтобы он тоже что-то узнал. Да, но это очень частая история. Ну, вот такой, я учу его мужа, но я не согласна. Ну, с одной стороны, такие игроки, это трудные игроки, ну, потому что, особенно, когда, а у нас же проактивные женщины, в основном, вот женщины приходят на игру, впечатляются, понимают, что прямо это надо, надо, и надо каким-то чудом привести на игру мужа. Ну, а тут уже эго включается, куда ты меня ведешь, а кто мне там будет учить, а у меня свой бампер, а у него свой бампер, ну, короче, там вот такие вот, там, песни. То есть, мужчины, которых приводят женщины, это такие, со старта, самые трудные игроки, но, женщины, не переживайте, в конце мы будем прям дружбанами, преддружбанами, потому что, ну, я знаю, как серьезными мужчинами разговаривать, я сам серьезный мужчина. Вот, поэтому мы с ними подружимся однозначно. Их трудно привести однозначно, но после того, как они придут, они вам 150 раз спасибо скажут, и скажут, что это, наверное, самые крутые тренинги, которые вы, типа, как семья прошли. Это важно. Почему? Потому что управление личными финансами, это не дело одного человека в семье. Ну, однозначно нет. Согласованы. Управление личными финансами, это командная работа. И пока команда не понимает, что нужно делать в этом вопросе, какие бы там просветленные, там не было женщина или мужчина, но если он самостоятельно запускает эти процессы, мы создаем ситуацию не внутренней синергии семьи к достижению цели, а внутреннего скрытого конфликта в семье, который может всплыть, ну, не сразу, но он все равно где-то вскроется. Поэтому, мое мнение, что родынный капитал, семейный капитал, является продуктом, родынного, ну, творчества и труда. Соответственно, вся родына должна понимать, зачем она это делает. И вся родына должна иметь внутреннюю мотивацию делать это длинно, ну, длинную. Потому что семейные капиталы не создаются за год. Семейные капиталы за пять не создаются. Семейные капиталы создаются в жизни. Ну, это не значит, что мы при этом голодаем. Знаете, модель у среднестатистического украинца, я создаю капиталы, я хожу в рубище и питаюсь мивиной. Ну, нет. Вот просто нет. Я создаю семейный капитал и при этом практически живу так же, как я живу. Просто мне надо правильно осмыслить мои финансовые потоки и сделать определенную перенастройку и приоритизацию. И все. Я в заключении могу сказать, что на сегодняшний день мы очень активно работаем по всей стране. Я бы рекомендовал вам, ну, слушателям однозначно ходить только к сертифицированным тренерам життевого капитала. Объясню почему. Потому что игры життевый капитал продаются в онлайн-магазинах. Ну и в принципе можно купить, положить подмышку и сказать, что он там великий тренер. Чтобы вы понимали, подготовка тренера базового уровня занимает 6 месяцев с обязательной сертификацией сдачи экзамена. И только 20% тренеров сертифицируются у нас. 80% не проходят финальный экзамен. И у них есть возможность заново обучаться и заново кроме этого на протяжении всей карьеры тренеров мы осуществляем авторский надзор за чистотой проведения тренинга в методике. То есть вплоть до того, что на игры тренингов приходит один из авторов и делает обсмотр, как это дело производится. Это по сертифицированным тренерам. Топового уровня тренера они помимо базового обучения проходят обучение ораторскому, актерскому мастерству, специализированному кунчинговому подходу внутри тренинга, специализированным тренингом по различным инструментам. То есть подготовка такого тренера занимает более полтора лет. То есть это не происходит как волшебная палочка. Поэтому мы становимся реальным мейнстримом на рынке. Бренд житевого капитала это сегодня серьезное игротехническое решение, которое становится модным. Поэтому когда становится модным, ну чтобы вы понимали, в городе Тернополе уже появились реплики на житевый капитал, то есть народ нас уже начал как абибас подделывать, но это уже показатель знаменитости, когда вас начинают по пиратскому рынку. Поэтому вот обращаясь к слушателям, ходите играйте в эту реплину, она точно принесет вам пользу, удовольствие и внутреннюю мотивацию меняться в хорошем смысле, в долгую, но моя просьба все-таки играть и искать на рынке сертифицированных тренеров, у них должны быть сертификаты за подписью Института Университета Банковского Дела, потому что это наши партнеры по разработке игры, они тоже осуществляют авторский контроль и меня, как основного из автора игры. То есть вот эти сертификаты, они номерные все, если такой сертификат у тренера есть, я практически на 99% могу гарантировать вам высокое проведение, высокий уровень и качество проведения этого тренинга. Если такого сертификата у тренера нету, ну это риск, как минимум. Спасибо, Сергей. На этом я хочу с вами попрощаться. Денис, спасибо большое за приглашение. Ты знаешь, мне очень, ну, я люблю отвечать на глубокие вопросы, они, я сегодня их услышал, когда можно рассказать именно, знаешь, внутренности тренинга и игры. Это, на мой взгляд, наверное, самое ценное в таких вот интервью. Спасибо тебе за вопросы, которые реально очень, очень крутые. Я сегодня старался быть искренним в ответах, и я думаю, что наши зрители это оценят, оценят. Спасибо большое. Все, счастливо.